Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами устройство Samsung Galaxy A51 по правой стороне, по левой стороне Xiaomi B9. И в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить родительский контроль на данном устройстве. Точнее, на Samsung будет... Samsung это будет телефоном ребенка, но вообще не важно, потому что оно на всех устройствах устанавливается одинаково. На один телефон мы скачиваем Family Link для родителя, который у меня слева. На правый телефон мы скачиваем Family Link для ребенка и открываем два приложения. Здесь нажимаем дальше, нажимаем продолжить, нажимаем да и нажимаем дальше. И все, здесь мы оставляем, больше нам ничего в течение нескольких пары минут не нужно. Здесь для детей мы нажимаем это устройство, выбираем нужный нам Google аккаунт и у нас начинается проверка обновлений Family Link. Здесь у нас будут сейчас небольшие настройки. Мы ожидаем, нажимаем, что другие Google аккаунты будут удалены с этого телефона, мы подтверждаем, нажимаем далее. После этого сюда вписываем код, который у нас написан вот здесь вот, то есть 2frxcfmn и ожидаем. Дальше мы вводим пароль от Google аккаунта здесь, а здесь нажимаем да, давайте я введу пароль. Упс, неправильно ввел. Вот теперь по идее все правильно. Нажимаю далее, нажимаю присоединить и нажимаю еще раз далее. Нам говорят хотим ли мы включить контроль, нажимаем да, нажимаем разрешить и ожидаем. Этот телефон не трогаем, он понадобится нам впоследствии. Мы ожидаем, пока у нас идет загрузка. Здесь у нас пишет и просит нас завершить настройку на аккаунте родителя, точнее на аккаунте ребенка, что я несу вообще. И дальше ожидаем, после чего мы уже видим, что у нас уже начинает устанавливаться family link, потому что сверху у нас происходит какая-то вакханалия, потому что родитель уже позапрещал много использовать. Но сейчас мы это все настроим, спешить не будем. Так что давайте подождем. Нас просят позвать родителя, но понятно, что это и так родитель делает. Называем как-то это устройство, например, здесь вы можете просто вписать имя ребенка чей-то телефон, чтобы не путаться, если у вас несколько аккаунтов. Нажимаем далее и опять ожидаем. Я пока попью водички. Все, теперь мы можем запретить уже какому-то, уже точнее этому устройству использовать какие-то приложения. Позже мы это все будем делать через свой основной телефон, то есть мы можем через свой телефон управлять телефоном ребенка, но давайте сразу настроим. К примеру, я хочу ребенку запретить использовать какой-то кар-паркинг. Вот игры хочу вот эти позапрещать. Я их вырубаю, убрав здесь галочку. Дальше, к примеру, я хочу запретить использовать еще Spotify. Хотя ладно, Spotify оставим. Вот есть еще какая-то игрушка. Вот есть Antutu запрещу, Fortnite игра запрещу. Вот игры повыключаю. Еще какие-то, к примеру, не знаю, что еще можно запретить. Ну и тут есть уже штуки, которые обязательно по умолчанию выключаются, после чего нажимаем далее. Во-первых, с этого телефона сразу удаляются все приложения, которые для людей старше 18 лет. По умолчанию их даже разрешить с помощью разрешения родителя нельзя, то есть какой-то YouTube сразу уберется отсюда моментально. Netflix, приложение для просмотра фильмов. Здесь мы нажимаем выбрать стандартный контроль, нажимаем дальше, нажимаем готово. Здесь нажимаем дальше и видим теперь, что у нас справа аккаунт ребенка, который мы можем настраивать отсюда. А слева у нас аккаунт родителя. Давайте нажмем, точнее найдем свой аккаунт. А как же я его назвал? Хороший вопрос. Нужно узнать свое имя здесь. Для этого мы нажимаем сюда-сюда. Серьезно, как я назвал это устройство? Хороший вопрос. Я думаю, это будет не Lenovo, не ZTE, LM, LM, бла-бла-бла, бла-бла-бла, M30. Ладно, здесь не суть важна. Смотрите, теперь на аккаунте родителя мы можем просмотреть, как много наш ребенок пользовался телефоном. Пока у меня 0 минут, потому что понятно, я только его подключил, но со временем здесь будет собираться. Например, мы увидим, что там ребенок час сидел там-то, час сидел там-то, час сидел там-то. И вот таким вот образом можем следить. Во-вторых, мы можем узнать точное местоположение, где находится наш ребенок. Нажав вот сюда, вот мы можем посмотреть на картах, где он находится. Таким образом, в любой момент отследить нашего ребенка, посмотреть, где он находится. Дальше у нас идет... Во-первых, мы можем заблокировать наш телефон. Нажимаем Lock Now и наш телефон заблокировал. И теперь я не могу никак отсюда выйти, разблокировать его, пока родитель не разрешит. Я нажимаю здесь разблокировать и мой телефон был разблокирован. Мы можем настроить дневной лимит. Например, мы не хотим, чтобы наш ребенок пользовался телефоном. Например, в воскресенье вообще... Ой, в субботу... В воскресенье, точнее, пользовался сколько хочет, то есть без лимита. А вот в будние дни там 2-3-3-3 часика, в субботу 5 часиков максимум. В ночное время, к примеру, с 21 до 7 и бла-бла-бла вот в это время, наш ребенок тоже не сможет пользоваться телефоном. Нажимаем Save. Дальше возвращаемся. Идем еще вниз. Ночной режим. Здесь, понятно, все по умолчанию стоит. Также мы можем настроить программы нашего ребенка, то есть то, что мы делали здесь, мы можем уже настроить отсюда. К примеру, видите, здесь есть приложение, которое мы заблокировали. Мы, например, можем его разблокировать вообще навсегда, а можем дать ему разрешение. К примеру, я бы хотел, чтобы ребенок пользовался этим приложением 20 минут, в гонке играл, но там минут, давайте, 30. И еще вот такие вот разрешения здесь можно настраивать. И, в принципе, на этом будем заканчивать. Больше видеороликов о данном телефоне ребенка и об этом телефоне тоже есть у нас на канале. Так что обязательно заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!